Друзья, здравствуйте! Всем, кто сегодня пришел к нам. Начинаем наш вебинар. Меня зовут Нажирицкий Сергей Александрович. Можно просто Сергей. Я руководил общественным движением «Открытый берег». Наше движение существует уже с 2011 года. И о каких-то результатах нашей деятельности мы сегодня поговорим. Дело в том, что благодаря Татьяне Честиной в 2013 году был уже проведен такой вебинар. Мы тогда уже отчитались о нашей работе. Благодаря ей сегодня проводят этот семинар. За что и большое спасибо. Я думаю, она не случайно решила этот вебинар устроить именно в этот год. Поскольку год объявлен у нас Годом экологии нашим президентом. Поэтому сначала пройдусь по определенной нормативной базе. Поскольку у нас гарантом является именно президент, объявивший год экологии. Соответственно, начнем с Конституции Российской Федерации. У нас статья 7 гарантирует нам то, что наше государство является социальным. Политика его направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. У нас охраняется труд и здоровье людей. Статья 36, согласно которой владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно. Если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных людей. И, наконец, статья 42, всем известная. Согласно которой каждый из нас имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Теперь непосредственно к нашей проблематике, связанной с берегами. Здесь у нас ситуация регулируется, прежде всего, конечно, водным кодексом, который устанавливает наше право на доступ к берегам, на пользование водным объектом. Водные объекты, они практически все, за редчайшими исключениями, ну, я имею ввиду, исключениями пруды или обвозненные карьеры искусственные, вот это все объекты, которые находятся в собственности государства Российской Федерации. Она может быть в федеральной собственности, в муниципальной собственности, но тем не менее эти водные объекты по закону принадлежат нам всем. Значит, соответственно, у нас есть статья 6 Водного кодекса, значит, более подробно сейчас я не скажу. Она говорит нам о том, что каждый гражданин вправе свободно находиться на береговой полосе водного объекта общего пользования, использовать для личных и бытовых нужд, а также в том числе для любительской рыбалки, причаивания плавающих средств. Для этих водных объектов, ну, для большинства из них установлена береговая полоса, вообще доступна, она примерно 20 метров. Ну, для рек, протяженность которой менее 10 километров, она 5 метров. Вот никто не вправе эту береговую полосу перегораживать, препятствовать нашему нахождению на этой береговой полосе. И так далее. Значит, ну, соответственно, есть у нас в Водном кодексе еще и возможность пользования этими водными объектами. Есть определенные ограничения, которых нужно сразу сказать, потому что у нас есть такие серьезные водопользователи, как Министерство обороны, МЧС и так далее, и так далее. И вот для них предусмотрены особые права. Но мы понимаем, что вот есть земли оборонной безопасности, военные базы, есть объекты, значит, инфраструктуры, такие как порты, промышленные объекты. Если они огорожены, имеют свой определенный режим, мы понимаем, что эти ограничения разумны, понятны. Но дело в том, что если взять все наши береговые полосы в общей массе и посмотреть, сколько там занимают именно эти режимные объекты, то это, ну, мельчайшая совершенно доля. Поэтому все остальные берега по закону, это наши. Наши. Мы имеем право и ими пользуемся. Значит, есть еще очень важный кодекс, который регулирует наше право на доступ к берегам. Это Городостроительный кодекс, статья 1, пункт 12, который прямо и четко в редакции 2011 года называет набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, значит, территориями, которыми беспрепятственно используется неограниченный круг лиц. То есть это для всех. Вот точка вот 2011 года мы должны это понимать. То есть в границах населенных пунктов мы имеем право на доступ к береговой полосе на всем ее протяжении. Тем более, если речь идет о каменных набережных. Важно отметить также, что вот по примеру земельный кодекс, который нам четко тоже говорит, что запрещено оформлять береговые полосы в собственных. Согласно статье 27, вот никакие береговые полосы в собственных быть оформлены не могут в принципе. Это, значит, объекты, которые просто ограничены в обороте. Правда, есть еще право аренды, о нем мы поговорим дальше. Также в земельном кодексе, на статье 23, нам гарантируется управление права сервитута. То есть мы можем, например, если есть какое-то препятствие земельного участка между нами и водным объектом, требовать установления публичного сервитута. Этот сервитут устанавливается органами местного самоуправления, если это необходимо для интересов местного населения, для доступа к водным объектам. В частности, в статье 3, об этом говорится, для прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования береговой полосе. Установлена также ответственность за ограничение доступа к водному объекту. Административным кодексом, здесь статья 8.12.1. Здесь у нас административный штраф на физических лиц в размере от 3000 до 5000 рублей. На должностных лиц от 40000 до 50000 рублей, на предпринимателей от 40000 до 50000 рублей. Или при остановлении деятельности на юридических лиц от 200000 до 300000 рублей. И то же самое при остановлении деятельности. Есть также у нас по тому же КАПу наказание за самовольное занятие земельного участка, правда, там наказания за это очень смешные. Например, если гражданин захватил участок в бирговой полосе, там ведет какую-то деятельность, ну, за это положено от нашего государства штраф от 500 до 1000 рублей. Ну, на должностных лиц наказание за штраф от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц от 10000 до 20000. Так вот, это то, что касается законодательства. Мы должны констатировать, что вот еще в 2013 году, во время нашего первого вебинара, что, к сожалению, наше законодательство не то, что не исполняется, а оно исполняется все хуже и хуже. Теперь я перехожу, значит, вот к нашему, к нашей демонстрации, к нашей фотопрезентации. Вот у нас, значит, обычные наши объявления, которые клеят наши активисты на этих задуманных заборах. Вы знаете, вот в 2013 году нам кое-что удалось сделать. Например, мы открыли часть набережной в Серебряном Бару, это водная станция полиции, вот полицейский стоит, такой очень грустный. Тем не менее, мы открыли с помощью тогдашнего министра внутреннего дела Нургалиева. Также нам удалось открыть там же станцию МЧС, и люди сейчас спокойно ходят по этому билету. Также у нас была проблема с оборами олигарха нефтяного Олег-1. Благодаря, опять же, нашему прощению, нам удалось там проделать калиточку. Вот этот забор был вообще снят, демонтирован. Ну, собственно, вот на этом, я считаю, наши успехи и закончились. Потом сгустилась мгла, и наши берегозахватчики ушли в кромешные захваты. Вот эта вот набережная, которую мы открыли, я с гордостью ее демонстрирую. По ней сейчас ходят люди, эти калитки. Были также очень резонансные случаи, о которых мы говорили в 2013 году. Это так называемые захваты на нашем Черноморском побережье. Это поместье между городом Геленджик и Дивноморска на сотни гектаров. Там дворец был построен, вот эти захваты. Люди приходили, чтобы погулять в лесу, и оказывались вот перед такими заборами. Видели стройку, видели чужие виноградники, которые разбивались на месте вырубленного леса. Видели вот таких охранников с собаками, которых гоняли оттуда. Ну, тогда еще можно было там ходить и как-то бегать в этих охранниках. Сейчас, да, вот еще у нас был очень мощный захват высой ДКПАС. Вот такой там дворцовый комплекс был построен. Общественность измущалась. Были написаны сотни заявлений в прокуратуру. Этим занималась ЭКОВАХТА. Очень активно по Северному Кавказу. Благодаря Дмитрию Шевченко и Андрею Рудамахе. Была также у нас резонансная история, связанная с резиденцией Патриарха. Вот его мощный забор, который огородил кусок берега и дорогу, курортную дорогу, по которой люди ходили десятилетиями. Вот эта дорога была захвачена Патриархом. Вот эта схема его поместья. Видите, прям примыкает к берегу непосредственно. Мы писали в прокуратуру. Прокуратура тогда признала, что мы были правы, что береговая полоса захвачена. Что она будет принимать меры. Но потом выяснилось, что меры никто не принимает. Патриарх там гуляет по этим замечательным дорожкам. Сидит в этой замечательной беседке. Любуется морской гладью. С большим удовольствием. Вот смотрит вот это как раз, видите, место, откуда Патриарх любит смотреть на море. Видите, прям непосредственно возле обрыва. И в итоге мы получили парадоксальный совершенно ответ. Вы знаете, назвать его даже можно не парадоксальным, а каким-то фантастическим. Согласно прокуратуру думала-думала, Росправдонавзор думал-думал. И в итоге они сказали. Вот береговая полоса, по которой граждане могут ходить, она находится как раз на поверхности этого обрыва вертикального. Вот эти 20 метров, пожалуйста, ходите по ним. С помощью альпинистского снаряжения. Это вот был последний вердикт нашей прокуратуры и Росправдонавзора. Мы уповали на совесть Патриарха. К сожалению, наши упования так и остались безрезультатными. Вот эти вот резонансные случаи на Черноморском побережье так, они, к сожалению, и остались, в общем, неразрешенными с точки зрения закона. То есть там продолжает процветать беззаконие. Мыс Эдекопаз захвачен. Реликтовые леса Петинской сосны захвачены, это поместье. Стоит охрана. Патриарх также сидит в своей резиденции. А закон, видимо, отдыхает где-то стороннее. Был еще резонансный случай, о котором мы рассказывали во время нашего прошлого общения. Это остров Фантазии в Москве, когда просто берется 30 гектаров парка Москворецкий, где нельзя ничего строить, как вы понимаете, это особо охраняемые природные культуры. Застраивается элитным жилым комплексом, в котором сейчас живут наши представители счетной палаты. Голикова, наш главный контролер за законностью. Ну вот, с тех пор, сколько люди не писали, не говорили, что это безобразие. Правительство говорило, да-да, это безобразие. Надо это все сносить. Но с тех пор никто ничего не сносит. Наша элита как-то жила там продолжать жизнь. То есть, этот кусок берега, этого озера, Татаровского озера, вместе с этим огромным куском парка, просто захвачены. Ну а теперь переходим к нашим нынешним реалиям. Начнем с города Героя Москва. Это вот тоже наша боль. Берег Москвореки напротив Серебряного Бора. Очень красивый берег. Берег, это не просто берег, а каменная городская набережная между районом Трогино и Крылатское. И вот, несмотря на то, что у нас Городотворительный кодекс категорически все запрещает захватывать, тем более городские каменные набережные, нашлись, тем не менее, у нас удальцы такие, очень крутые, которые взяли и поставили вот такой вот забор с колючей проволокой стальной. И десяткам тысяч людей, живущих в этих микрорайонах, запретили ходить по этой городской набережной. Выяснилось в процессе нашего расследования, что эти крутые удальцы, это у нас, дом отдыха РЖД, где живут топ-менеджеры, отдыхают, а также ФСО. Когда мы посмотрели в кадастр, выяснилось, что границы этих участков, они не доходят до уреза берега. Мы, соответственно, обратились к власти, во все инстанции, и попросили привезти берег в соответствии с законом. Вы знаете, у нас, как, знаете, горячую картофельную перебрасывали по разным коридорам, по разным кабинетам. Мы общались непосредственно и с трефектом, и с главой управы, и с природоохранной прокуратурой. В итоге все закончилось тем, что это был спид в административно-техническую инспекцию. Административно-техническая инспекция решила, что это не ее дело. Все точка. Значит, вот таким образом этот тромб на лице Москвы сохраняется. Что с этим делать, мы пока не знаем. Еще резонансный вопрос, которым мы занимались уже несколько лет, это захват берега под гигантскую свалку в районе Печатники. Прямо напротив музея, значит, заповедника Коломенского. Знаменитый музей-заповедник, природная территория. И вот прямо напротив, прямо на берегу Москва-реки воздвигалась эта гигантская свалка. Гигантская. Ее обнаружили активисты. Еще в 2013 году стали писать во все инстанции. И вы знаете, три года власть не замечала этих свалок, этой свалки, этих миллионов тонн мусора. А ведь каждую ночь туда ездили мусоровозы и весь берег заваливали вот этим совершенно ужасным мусором бытовым. Значит, в результате образовывались вот такие вот озера ядовитого фильтрата. А потом эти озера ядовитого фильтрата благополучно вытекали в Москва-реку. Вот видите, напротив красивый берег. Это как раз и есть музей-усадьба Коломенского. Река отравлялась, рыба всплывала кверху пузом. Три года власть молчала. А потом, когда уже молчать было невозможно, когда телевидение все это уже показало, власть сказала, а я и безобразие, мы свалку уберем. Лично мэр у нас, Собянин, был на этой свалке. Берем Кохова зам. Кстати, на экономии этих парламентских выборов был там такой Петр Толстой, кандидат депутата, который стоял рядом с этой свалкой и клялся, божился, что ее уберут. В итоге свалка так и осталась. А потом, значит, правительство города сказало, ну вы знаете, это не мы. Это было еще до Собянина, это было при Лужкове. Пусть просто набрала и потом сказала, знаете, мы ее не будем убирать, мы просто сверху насыпем землицу и посадим травку. Таким образом мы ее рекрутивируем. Почему это происходит? Понятно, это чистая вода коррупция, когда вместо того, чтобы возить на официальные полигоны за 70 километров от Москвы, возили прям поднос к себе, вернее поднос к жителей, деньги прикарманивали. А сейчас вместо того, чтобы посадить чиновников, которые украли, значит, деньги, которые платили москвичи, правительство просто их прикрыло и сделало вид, что это не оно. Это старая вина, и она к этому не имеет отношения. Переходим в славное Подмосковье. Вот буквально под носом у правительства уже Подмосковья находятся берега полностью захвачены. Это Павшинская пойма. Прямо за окон губернатора Московской области видны вот эти захваты берегов. Там стоят такие замки в стиле Диснейленда. Видите, как красиво. Там тоже живет большое начальство. И в ус не думают. А граждане ходят мимо и оближиваются. Они не могут к этому берегу подойти. И когда, например, министр экологии и природопользования Коган под Москвой говорит о том, что надо начинать борьбу с берегозахватами, мы задаем ему вопрос. Может быть, начало побороться с тем, что непосредственно находится под носом, вот с этими хамскими берегами захваченными, где вот такие вот хамские таблички частную территорию в ход воспрещено. Ну, пока это у нас глаз вопиющих в пустыне. Значит, перемещаемся в сторону подмосковных водохранилищ. Вот Клязьма, он ответил. Тоже захвачены берега, заделаны камнем. Кто во что гораст. Нарезают эту береговую полосу как колбасу, обносят заборами. И вы знаете, если еще лет 7 тому назад, согласно полуофициальным данным, у нас было захвачено примерно 20-30, процентов берегов подмосковных водохранилищ, то сейчас уже, по некоторым данным, независимым, их уже 80-90. Таким образом, процесс понятен. Едем дальше в Подмосковье. Вот у нас Пыхтинский пруд, по сути, небольшое водохранилище. Это река Ляково. Вы знаете, вот проблема сейчас вот какая. Граждане были бы рады подойти к этим берегам, но они не могут, поскольку эти берега под самую завязку заполнены химическими отходами. Они уже где-то на расстоянии 50 или 100 метров от этих берегов находиться невозможно. То есть там не то, что там рыба, там рыбачат, там просто посидеть, позагорать, там уже невозможно. Там все отравлено и убито. Вот это речка Ляково, которая впадает в этот Пыхтинский пруд. Вот местные жители нам рассказывают, как вот эта река оказалась мертвой, как в той самой сказке. Мертвая вода сплошная. А секрет очень простой. Вот рядом находится аэропорт Внуково. И он без всякой очистки сливает все свои химикаты прямо в эту речку. Речка заполняет собой Пыхтинский пруд. И в итоге у нас получается не пруд, не водохранилище, не река, а просто сточные канавы для химических отходов. Вот это красота мы видим. Причем, вы знаете, я эти примеры привожу не потому, что хочу вас как-то шокировать, а это одни из сотен примеров по Подмосковью. Вот, например, у нас ситуация, связанная с новыми нашими микрорайонами, новой Москвой. Строятся мощные жилые комплексы. Очень часто оказывается, что они вообще без канализации. Вот вся канализация, например, значит, злого комплекса Новая Трехгорка. Это Одинцовский район, который строила такая компания СУС-155. Она вот оказалась просто вот на ландшафтах. Вот видите, как красиво она строилась. Квартиры проданы, люди живут, 30 тысяч народов. А все это выливается прямо вот на природный ландшафт. Что мы зафиксировали. В результате все окрестные речки, все окрестные пруды превратились в такие источные канавы. Деревня Мамонова, люди в ужасе прибывают. Вот их любимые прудики, берега. То есть, конечно, право-то у них есть там искупаться, но, вы знаете, желания нет. Это, кстати, и по всей России так происходит. Вот эта коммерческая застройка, чудовищная, особенно крупных городов, она приводит к тому, что честные сооружения старые, и в них никто ничего не вкладывает. Жадность застройщиков большая, квартиры продаются, а в итоге все эти стоки оказываются где? Водосборные бассейны на ландшафтах, соответственно, ландшафтах, что у нас водосборные бассейны наших больших и малых рек, водохранилищ. И в итоге, например, замеры воды констатируют ежегодно, что резко ухудшается качество, в том числе и объектов питьевого водоснабжения наших крупных городов. Ну что, переезжаем в нашу вторую столицу, это город Герой Петербург, бывший Ленинград. И сразу попадаем в Ленинградскую область. Это один из самых огромных захватов, знаете, которые, наверное, можно тоже назвать фантастическими. Перед нами охотхозяйство Приозерского общества охотников и рыболовов, которое хапнуло 880 гектаров сразу. Значит, там внутри два озера, глухаридное и проточное, 560 гектаров лесного фонда. Периметр этого забора у нас 13 километров. То есть идти и идти по нему. Когда люди стали пытаться выяснять, что произошло, мы объяснили, а это охотхозяйство официально существует, а забор, чтобы животные не разбегались. Приезжают элитные охотники, им нужно пострелять в животных с нужными рогами. Чтобы эти животные не разбегались, вот нужен этот забор. Более того, значит, правительство Ленинградской области даже внесло такой законопроект и приняло закон, который разрешает такие огромные огораживания на сотни гектаров. Понимаете, надо отдать должное местным активистам, я хочу назвать Ирину Андреанову, я считаю, лидера, ну, она лидер открытого берега и Питерского. Вот, нам нужно назвать Илью Пенигин, это вот наши активисты, наши гордости, я считаю. Вот они, значит, задали вопрос и даже дошли до суда, включая Верховный суд. Верховный суд отменил закон Ленинградской области о таких огораживаниях, поскольку они противоречат Лесному кодексу статьи 11 и, в общем-то, понятно, что это изобразие. Вот, но вы знаете, наши береги лесозахватчики на этом не успокоились. Вот этот Верховный суд, очень красиво он заседал, у него есть правильное решение. Вот, но наши лесозахватчики не успокоились. Они теперь, значит, дошли до того, что изменили Лесной кодекс. Сейчас внесена поправка, которая разрешает захваты, гигантские захваты, именно под охот в хозяйство. Вот, например, после того, как разрешено, оказалось у нас, этой поправкой, захват веса под охот в хозяйство, под увольнение разведения животных, следующий захват, он у нас оказался уже, знаете, какого размера. Это такое охот в хозяйство Черный Камни Холдинга Адамант. Вот, это в Карелии. Там огорожены уже, сейчас скажу, сейчас скажу, там уже огорожены участки, периметр забора, там уже 97 километров. Опять же, под самое полугольное разведение животных. Ну, удивительно у нас берегозахватчики, они даже могут менять законодательство. А почему они такие удивительные? А вы знаете, это вот та самая наша элита, близкая к президенту. Это вот я показываю уже берега, опять же, Питер, Ленинградской области. Это берега озер знаменитых. Значит, это озера Кипояры, Кавгаловская, это Токсово, Вселожский район. Там захвачен вообще весь юго-западный берег. Вот такими роскошными коттеджами. Вот. Значит, вот как раз участок акватории, берег, который принадлежит Борису Рыкенбергу, всем известному, он считает, что он может захватить, построить такие красивые ворота и всем показывать из-за этих ворот Киеву. Ну вот. Продолжаем путешествовать по Китерским озерам. Мы видим какие мощные тут захваты, застройки. Вот они такие у нас замечательные. Захвачены озера Чайные, Медные, Нахимовская. Здесь тоже у нас фигурируют цепи главных захватчиков бизнесмены, близкие к власти, а также заместитель представителя арбитражного государства Петербурга Ленинградского области Дмитрий Хохлов, люди, работающие в ССО, люди из управления президента, из оборонного холдинга Умас-Антей. Значит, вот люди, которые считают, что они могут себе позволить доплатить берега, застроить их как-то таким вот коттеджем, никого сюда не пускать. Вот все это великолепие я вам показываю, наслаждайтесь. Вот. Поскольку сами мы на эти берега подойти не можем, будем наслаждаться хотя бы фотографиями. Также есть такая система ВОКСа рядом с Ладогой речная. Вот там реки Бурные и Тихо есть. Знаменитые нерестовые реки. Там понятно, что рыбалка там прекрасная. Но вот они тоже все захвачены тоже коттеджами, такими огромными заборами. Вот. И Сладу с этими захватчиками пока просто нету. Вот они какие красивые себе строят дома. Замечательные приборы. Конечно, народ на это не смотрит равнодушно. Народ выходит на митинги, ходит с такими красивыми транспарантами, взывает к закону и к власти, и к совести. Видите, какие замечательные ребята, молодые. Они не понимают, почему в законе написано одно, в реальности совершенно другое. Но, к сожалению, власть не реагирует. А потом, когда после решения Верховных судов и прочих судов судебные приставы бездействуют и заборы не сносят, то люди выходят на акции. На акции по сносу этих незаконных заборов. Видите, активисты наши питерские замечательно собираются, выезжают, ломают эти заборы. Но великозахватчики тоже, ребята, которые милыком шиты, они вызывают кого? Они вызывают полицию, этих красивых полицейских, которые их скручивают и тоже тащат в суд. И в чем феномен нашей реальности? За заборы, за незаконные заборы на берегах никто никакой ответственности не несет. Судебные приставы бездействуют, годами причем. даже плюют на решение Верховных судов и Карелии, и нашего главного Верховного суда, которого в Москве нет. Но как только кто-то коснется пальцем этих незаконных заборов, тут же включается вся наша правоохранительная машина, полицейская, судебная, и тащат в суд этих несчастных активистов. Вот у нас Илюша Пенигин, замечательный наш активист, невероятная храбрость и мужество человека. Он под судом у нас сейчас. Ира Андреяна у нас под судом. А просто потому, что попытались убрать одно завино в заборе, который подлежал сносу согласно решению Верховного суда Карелии. Вот такая у нас реальность. Ну что, есть еще очень знаковая у нас точка, это Крым, недавно вошедший, вернувшийся в родную гавань, состав Российской Федерации. Знаете, с Крымом мы работаем давно, еще 2011 года, мы публиковали материалы о тамошних берегозахватах. Народ стонал, конечно, от украинского власта очень сильно, потому что украинская олигархия особо не стеснялась, перегораживала берега, строила там себе поместья, вместо таких заборов. Мы написали, в частности, о захвате берегов в Форосе, в Херсонесе, за что нам наши крымские товарищи были очень благодарны. Вот, когда в 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации, во-первых, там было создано движение «Чистый берег», которое на волне Крымской весны велело надежду, что все эти незаконные берега будут смесены. И, кстати, крымская власть, она этой надеждой питала своими обещаниями, широкомощательными. Аксенов лично говорил об этом, что берега будут открыты, Крым будет прекрасным, по берегам можно гулять, вот, ура-ура, Россия наведет порядок. Значит, шоком было то, что движение «Чистый берег» в Крыму после победы крымской весны стало вдруг маргинальным, власть от него дистанцировала. Потом был принят так называемый закон о курортных местностях Республики Крым, который узаконивал имеющиеся берегозахваты. Потом выяснилось, что эти берегозахваты принадлежали собственно верхушке крымской власти. Они совершенно не собирались лишать себя вот таких привилегий, а попытались их просто узаконить. Вот, но вы знаете, была еще ситуация, которая тоже считает таким моментом истины, это ситуация с Гурзухом. Это курортный поселок, очень известный, который любим и крымчанами, и естественно всей России поселок очень красивый и к сожалению в итоге этот поселок он лишился своего единственного публичного пляжа. Вот, кстати, как реагировали крымчане на закон о курортной местности, который разрешал, которым законил заборы. А вот у нас общедоступный когда-то публичный пляж Гурзуха, где местные жители с удовольствием отдыхали, загорали. И сколько России. Но как только пришла Россия, вдруг было принято решение нашим совминам о том, что нет, этот пляж не нужен Гурзуху, а лучше мы его присоединим к Артеку, у которого и так 7 километров роскошных пляжей. Вы знаете, народ Гурзуха, который естественно всей душой голосовал за присоединение к России, он был в полном ужасе. Они не понимали, что происходит, что за решение, как. Они обращались к Аксиону, Аксионов приезжал, говорил, что это ошибка, мы разберемся. Кончилось тем, что пляж отняли, весь Гурзух лишили нормального пляжа, Гурзух вышел на митинг, вот такой, вот видите, Путин, СОС, спаси, Артек уничтожает Гурзух, как курат, видите, вот наши замечательные гурзухцы, пожилые в том числе, там тоже очень много молодежи выходило, в итоге людей скрутили в баранье рук и сказали, ребят, заткнитесь, потому что вот мы так решили, и по-другому не будет. И сейчас, конечно, Гурзух чешет затылки и думает, а вот все-таки по Януковичу-то при Украине у нас наш последний пляж-то не отнимали. И сейчас там настроения, мягко говоря, очень смущенные. Ну что, переходим дальше. В Великой Русской реке Волга. Здесь в свое время возникло движение за свободную Волгу. А почему оно возникло? Потому что Волга у нас оказалась как раз там, где наши крупнейшие волжские города тоже захвачены. Кто у нас в первых рядах? Ну, как обычно, люди власти у нас в первых рядах. Это местная администрация, аффилированные с ними бизнесмены. То есть людей лишили берегов, лишили рыбалки. И вот не выдержали. Это вот Саратов, кстати. Саратов местный филюрский город. И люди вышли на митинги и демонстрации. Шли по городу вот с такими транспарантами. Нет забора у воды. Видите, замечательно. Волга общенародное достояние. А не собственность упырей от власти и бизнеса. Вот в точку просто. Упырей от власти и бизнеса. По-другому это назвать нельзя. Которые отнимают у людей нашу главную российскую реку. Вы знаете, люди вышли, продемонстрировали, писали везде, в том числе пресса там касалась. Ну что, результат какой? Захваты не то, что не уменьшились, остались еще более масштабными, не наглыми. То же самое происходит не только с Волгой, но и с рекой Камой. Вот вы видите сейчас Игоря Сапатова, один из самых известных защитников берегов реки Кама, отчасти Волги, он проживал в Татарскане, боролся человек, писал, возмущался. Его предупреждали, его избивали, ломали ему руки и ноги, убитыми. Эти ребята в кожаных куртках. Последний раз ему предупредили, сказали, что убьем, он опять не послушался, опять стал писать в прокуратуру, два вылечив сломанные руки и ноги. А потом к нему просто приехали и убили прямо рядом с его домом, просто пристрелили. С тех пор, как я знаю, таких защитников на берегах Камы уже нету. Ну что, переезжаем. Вы знаете, на самом деле у нас захваты происходят, как лесной пожар по всей территории Российской Федерации. Ну вот, у нас просто на вскидку. Вот Брянская область, откуда у нас недавно пришли письма, такие вопли, глазы вопиющего. Тут тоже местная администрация, причем главы местных администраций, захватывают берега, превращают их в коммерческие предприятия. Видите, какая красота. зала. Так вот, застраивается все, заборами обносятся. Капитально, не очень капитально. И местные жители в итоге смотрят на когда-то любимые и удобные берега, на которых они рыбачили и загорали, вот через такие вот решетки. Решетки разнообразные. Заглядывают через такие заборы. Вот. Ну, подчеркиваю, знаете, ведь доходят до парадокса. Люди обращаются в природоохранную прокуратуру, а природоохранная прокуратура отправляет их жалобы главе администрации. А глава администрации и есть самый главный захватчик, например, в Жуковском районе Брянской области. Прежний глава администрации захватывал берега, его сменил новый, еще больше берегозахватчик. Замкнутый круг. Вот люди живут в этом замкнутом кругу и приходится все дальше и дальше ездить, чтобы найти хоть какой-то незанятый берег. Ну, что, давайте, поскольку у нас время ограничено, последняя, значит, наша точка это Дальний Восток. Ну, вы знаете, сейчас раздают дальневосточные гектары и многие, наверное, думают, ну вот возьмем гектар на Дальнем Востоке и будем там жить припевающе со свободными берегами, купаться, загорать, дышать и так далее. А вот, знаете, а не тут-то было. У нас просто идет повальная раздача самых живописных берегов Дальнего Востока и даже островов своим людям, тоже близким к администрациям местным, бизнесменам, апеллированным к администрациям. Вот такие замечательные таблички на этих островах. Вот такие замечательные бухты отдаются в частную высокую вопреки всем кодексам, вопреки Конституции. И за то, чтобы ты приехал в эту бухту отдохнуть, себя берут хорошие деньги, а берут ребята, естественно, из коммерческих к администрации или непосредственно не принадлежишь. Вот тоже у нас замечательный берег, у нас совершенно это тоже Дальний Восток, где местный авторитетнейший бизнесмен, когда-то видимо бандит, просто взял и украл кусок городского пляжа, вот нес его забором, сделал такую анхиладу действенную замечательную, и живет там себе припевач и никого не пускает. Вот такая красота у него, а люди, которые идут на этот пляж, вот они видят такой забор, будку охранника, им говорят, идите вон откуда. Собственно, тема защиты прав граждан на доступ на природные территории, берегам водоемов, это то направление, из-за которого наша организация, в частности, сейчас испытывает, ну, мягко говоря, некоторые сложности, испытывает их уже в последние шести лет, начиная с того момента, когда мы системно занялись проблематикой захвата берегов Черного моря под различные вип-дачи и сооружения, и, собственно, наверное, вы слышали все об истории с Евгением Витишко, которому, это наш, член Совета нашей организации, которому пришлось полтора года провести в колонии, еще примерно столько же он провел в условиях ограничения свободы, только за то, что его обвинили в том, что он якобы нанес некие надписи на забор, ограждающий территорию Краснодарского края, ныне министр сельского хозяйства Александра Ткачева. Но я сейчас хочу говорить не столько плакаться, но внимание на практических вещах, в принципе, дополнить то, что сказал Сергей одним примером. Собственно, то, что вы видите на экранах, это бетонный забор, которым перегорожен пляж, это Топсинский район Краснодарского края. Собственно, пляж перегорожен, такая же стена стоит чуть поодаль, и эти стены ограживают кусок пляжа, который прилегает к даче губернатора Краснодарского, прошу прощения, экс-вице-губернатора Краснодарского края Александра Ремискова, который ныне является у нас депутатом Государственной Думы в парке Справедливая Россия. Первый призыв на нас сидел от Единой России вменем представлять Справедливую Россию. Проблема заключалась в том, что действительно поперек пляжа стоит бетонная стена, которая огораживала и продолжает огораживать по сей день доступ граждан на огороженный участок пляжа. То есть, собственно, что мы сделали? Мы сделали очень простую вещь. Мы поехали на это место, попытались, как граждане, простые, обычные граждане. Мы там не светили никакими корочками. Просто пройти по берегу. Увидели, естественно, этот объект, зафиксировали его с помощью фото- и видеосъемки и обратились в Роспродаводнадзор. То есть, у нас, в принципе, кроме прокуратуры, которая у нас следит в общенадзорном органе, у нас еще есть Роспродаводнадзор, который следит за соблюдением водного законодательства, в том числе законодательства, связанного с правом доступа граждан на доступ на прибрежные территории. И оттуда, как ни странно, пришел достаточно обменяемый ответ. То есть, мы сначала написали, вообще у нас методика такая, что мы пишем везде и всюду сразу. То есть, мы написали Министерство природы Краснодарского края, потому что к этому участку прилегает территория Государственного лесного фонда и, собственно, за нее отвечает Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Написали в Роспрокуратуру Росприроднадзор. Здесь по принципу такому, где-то до выставления, какое-то ведомство что-то ответит вменяемое. Ну, собственно, вменяемый ответ пришел из Департамента Роспроднадзора по ИФО. Они установили факт нарушения, то есть, у нас на руках уже появился официальный ответ, что да, это нарушение, это нарушение статьи 6 Водного кодекса. Но здесь да, было составлено административное дело на, собственно, хозяина этой территории Куймин. Но здесь, собственно, есть один момент, которым часто пользуются нарушители подобных случаев. Вот вы видите на этом фото калитка, она хорошо видна, да, посреди этой стены. Собственно, что сделали нарушители? Они просто убрали замок и открыли эту калитку. Часто летом она несколько раз ездила, она действительно открыта. То есть, в принципе, пройти под участок можно. Периодически она все равно закрывается. Там граждане, которые сталкиваются опять с невозможностью попасть на этот пляж, опять пишут жалоба, опять она открывается. То есть, это одна из таких лазей. То есть, вместо того, чтобы взять, демонтировать весь этот объект, прийти с техническими средствами надлежащими и снести это все безобразие. Собственно, делается такая калитка, которая открывается, приезжают проверяющие, смотрят, ну а что? Ну вот, право граждан не нарушено. А то, что, а, нарушено, собственно, нанесен ущерб, нанесен ущерб окружающей среде, да, в виде незаконного, это незаконно, совершенно незаконно построенный объект. Нанесен ущерб морской среде, нарушили, собственно, испорченные эстетические качества побережья, вот это вот уродство. Ну вот, на вот это наши органы чаще всего не обращают внимание. Но с этим забором хороший момент в том, что, собственно, прокуратура уже Толксинского района уже со своей стороны сама обратилась в суд, там шли долгие суды и идут до сих пор на тему уже непосредственно демонтажа этой постройки, как совершенно незаконного сооружения. Получается в том, что, по крайней мере, можно решать проблему на таком уровне, да, не стопроцентно, но, по крайней мере, можно заставить их хотя бы сделать дырку какую-то в незаконном ограждении, чтобы граждане могли и прокидать этот участок. Здесь другая проблема, что территория дач, не обязательно этой дачи, а вообще всех подобных объектов, может охраняться, там может ходить охранник, просто одним своим видом, который не может убивать случайных туристов, но это уже другая история. Собственно, бороться с этим можно, то есть пишите в Росприроднодзор, пишите одновременно в прокуратуру, ссылайтесь на нарушение статьи 6 водного кодекса, и здесь, если факт, обязательно прикладывайте качественные фотографии, а еще лучше, видеофайл, чтобы подошли, чтобы вы не можете обойти этот забор, чтобы он выходит прямо непосредственно в морскую акваторию, непосредственно захватывает даже часть водного объекта, если это имеется. И здесь, если факты не такие железобетонные, что называется, здесь уже сложно нашим органам от чего-то отвертеться. Можно следующий слайд? В этом случае я хочу говорить даже не столько повторять Сергея в этой части, потому что Открытый берег делает огромную работу, надо признать, что это, пожалуй, одна из немногих экологических организаций, одна из немногих экологических организаций в нашей стране, которая профессионально занимается вопросами, это последний слайд, которая занимается защитой прав граждан на доступ к берегам и водным объектам. И, собственно, я хочу немножко заострить внимание на другом аспекте, это право граждан на доступ к лесам. У нас берега водоемов, собственно, часто это лесные земли, кроме того, что у нас есть право на доступ к привлежной полосе, к водному объекту, у нас, как у граждан, законом предусмотрено право на доступ в лесах. И здесь тоже это право часто у нас нарушается, и часто мы видим, особенно это характерно для Подмосковья, да, просто исполосовано различными вип-объектами, различными дорогостоящими коттеджными поселками, которые часто стоят, прилегают, либо прилегают, либо вообще расположены на территории лесного фонда, что часто тоже бывает, либо там захватывают какую-то его часть. И чаще всего они грожены эти объекты высокими заборами. У нас в Краснодарском крае этого не меньше, особенно на Черноморском побережье у нас огромное количество различных вип-объектов, начиная с дворца, который связывают с президентом Путиным, и заканчивая вот этим вот объектом, казалось бы, не самой статусной персоной, как депутат Государственного Дума. Большое количество различных местных чиновников, которые себе любят построить дачку, а затем к этой дачке еще перерезать кусочек лесного фонда. Но самая такая известная история, это история с дачи Ткачева, министра сельского хозяйства сегодняшнего, которая, собственно, очень интересно устроена. Она построена законно, она построена на территориях, на землях поселения, но это маленький участок под самой дачей, там 10 соток буквально, как у любого огородника в нашей стране. Но проблема в том, что эту дачу окружают земли лесного фонда, которые совершенно противозаконным образом были огорожены глухим забором из металлического профиля. История, в принципе, все это все могут почитать. На нашем сайте всю хронологию этого ужаса, который, собственно, устроил господин Ткачев. Вопрос заключается в том, каким образом граждане могут бороться за свое право на доступ на лесные участки. Но сначала, наверное, надо обратиться к самому закону. У нас право граждан на доступ в леса регулировать. Естественно, как есть водный кодекс, так же есть и лесной кодекс. И в лесном кодексе есть статья 11, которая гласит, что граждане имеют право свободно и беспрепятственно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку сборника роспущих плодов, ягод, грибов и других пригодных для употребления пищи и лесных ресурсов. Но здесь я хочу оговориться, что это положение не касается тех случаев, когда мы говорим о сборе грибов, ягод, относящихся к видам, занесенных в Красные книги, либо это Красная книга субъектов Российской Федерации. Здесь, конечно, собирать такие грибы, ягоды у нас нет. И то же самое касается случаях, тех случаев, когда мы там собираемся, нет у нас, например, права там пойти и срубить для личных нужд дерево и так далее. То есть мы говорим о том, что мы можем пользоваться в лесах в рекреационных целях. Не в целях исключения выгоды, не в целях еще каких-то, а право наше на доступ леса с рекреационными целями это наше святое законное право. И, собственно, здесь надо понимать, что лесной кодекс все-таки оговаривает ряд случаев, когда это право может быть ограничено. Ну, например, если земли, если леса находятся на землях обороны, допустим, что у нас часто бывает, когда на лесных землях организуется, например, военный полигон, ну, естественно, право доступ к гражданам туда может быть либо вовсе запрещен, либо серьезно ограничен, либо ограничен, например, на период проведения каких-нибудь учений и так далее. Собственно, то же самое, если мы говорим о землях особо охраняемых природных территорий. там тоже много лесов и бывают леса и, собственно, естественно, здесь мы уже руководствуемся не лесным законодательством, а закатываемся опыты. И часто, если это опыт этих категорий, которые могут ограничивать или запрещать доступ к гражданам, ну, здесь у нас тоже тогда такое право наше ограничено. Во всех остальных случаях, собственно, можно говорить не о запрете на доступ к лесу, а об ограничении. Но здесь ограничения могут быть самые разные. У нас лесной кодекс написан таким образом и статья 11, таким образом, что здесь могут допускаться самые широкие трактовки. Ну, чаще всего, например, у нас ограничивают доступ к лесу, это ежегодная у нас практика во время пожароопасного периода. Здесь все вполне обоснованно. Да, здесь, собственно, нет повода говорить, что это неправильно. Есть у нас практика ограничения на доступ к лесу, когда у нас, например, ведется какие-то санитарные мероприятия, ну, там, по защите леса от санитарной обработки, авиаобработки. Здесь тоже понятно, что надо ограничивать. То же самое, если, например, стоит речь о облагоспечении безопасности граждан. Например, во время ЧС, во время каких-то техногенных аварий, тоже это может быть право ограничено. Во всех остальных случаях право граждан ограничивать на доступ к лесу, ограничиваться не может. Дача различных чиновников не относится к той категории случаев, в отношении которых может действовать режим каких-либо ограничений. Но здесь есть один момент. У нас есть охотничье законодательство, которое собственно там тоже так написано, что в принципе можно там, например, поставить забор под предлогом того, что там проводятся биотехнические мероприятия, подкормки животных, какие-то там мероприятия по их разведению и так далее. и так далее. Вот часто наши собственно вид-персоны, которые строят на лесных землях свои я не знаю даже как назвать объекты для отдыха, часто все это оформляется под видом частных охотничьих хозяйств. Лес берется вокруг этого в аренду и устанавливаются различные сооружения, заборы, проволока и так далее для того, чтобы ограничить доступ на эту территорию. Но это отдельный вопрос. Чаще всего конечно. Нам приходится просто сталкиваться с наглыми факторами захвата с совершенно самовольными постройками, которые заборами различных типов, которые устанавливаются на лесных землях. И надо понимать, что с этим можно бороться точно так же, как можно бороться с нарушениями прав на доступ на привлежные территории. Собственно у нас в нашей организации тоже такая практика есть. Она достаточно обширная. но вот в частности по той же даче Ремескова могу сказать, что там проблема не только в том, что стоит полный забор на пляже, проблема еще была в том, что часть лесного участка, который прилегает к этой даче, был огорожен колючей проволокой. На части этой границы, которая находилась в аренде у организации, которая принадлежит на правах аренды в лесный участок, капитальный забор. Собственно что мы сделали? Но здесь надо понимать, что кому жаловаться. Но опять же жаловаться надо в несколько органов. В первую очередь это прокуратура, потому что общензирающий орган, она может собственно вынести предписание демонтировать это сооружение, например, и жаловаться надо в тот орган, с которым у лесного арендатора заключен договор о ренде. Чаще всего это региональное управление лесного хозяйства или департаменты в сезонистных регионах. Что мы собственно и сделали? Пожаловались прокуратуру, пожаловались управление лесного хозяйства, приложили опять же фото, видео, фиксацию. Собственно причем важно уже прямо в заявлении написать, мало того, что указать свои контакты, но и прямо попросить, прямо написать в заявлении, что просим в случае назначения комиссионной проверки привлечь представителя нашей инициативной группы или нашей организации и с целью того, чтобы мы как представители общественности поучаствовали в этом работе. Чаще всего они не очень не любят привлекать общественников для каких-то выездов, но проситься надо, по крайней мере всегда будет аргумент сказать, если, например, проверка будет проведена и они напишут, что факты нарушения не установлены, всегда можно написать жалобу в вышестоящую инстанцию и сказать, что мы просили привлечь нас в качестве участников и буквально в качестве проводников, чтобы мы показали, буквально ткнули носом в этот забор, который вы там ходили и мужественно и так и не нашли. Собственно очень такой полезный совет, поэтому рекомендую всегда писать в заявлении о том, что вы просите, прямо настаиваете о том, чтобы вы участвовали в этой проверке. Чаще всего бывает как? Они приезжают на место, ну, когда им не хочется, например, принимать никаких мер и говорят о том, что, ну, ну, вот в заявлении недостаточно четко указано место, например, мы не нашли. То есть там найти описанный в заявлении объект за бортом, например, не удалось. То есть как с этим бороться? кроме того, что, как я уже говорил, нужны фото, желательно. Крайне желательно прямо указать координаты. Сейчас, в принципе, это не так сложно, у нас сейчас в любом смартфоне есть GPS, и можно прямо установить точку своего местонахождения. Можно попросить, например, у кого-то GPS профессиональный и отбить несколько точек буквально. В принципе, у нас сейчас с помощью, например, Google Earth, Google Земля, можно вполне легко составлять буквально за несколько минут делать схемки. Там просто выгружаете из GPS трек и у вас отображается на космоснимке уже место, где выходили. И понятно, если отбить несколько точек по периметру забора, будет понятно, где стоит сам забор. То есть, если у вас уже есть биографические координаты, уже ни один чиновник, ни один проверяющий не скажет, что извините, мы не нашли. Интересно в качестве проверки. Не берите нас в качестве проводников, мы вам покажем. Поэтому это тоже очень важно для того, чтобы подготовить качественную жалобу, качественное заявление в GPS органов, приложить не только фотографии, но и желательно прямо даже какой-то скриншот космоснимка с нанесенной на него схемкой или хотя бы с точкой или с несколькими точками, где установлен незаконный забор. Собственно, на что ссылаться в заявлении? Ну, ссылаться все на тот же лесной кодекс, все на ту же статью 11, пункт 8, которая гласит, что лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также не вправе препятствовать осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. Собственно, ну вот, это единственный такой аргумент, который можно использовать. Что еще можно использовать? Можно еще просить, например, чтобы проверяющий орган, ну, например, прокуратура проверила проект о своей не лечке. Например, здесь лесной участок арендован, ну, допустим, там, для какой-то рекреационной деятельности, как заявляет арендатор. Чаще у нас лесной участок арендуется под эти цели, а рекреацию осуществляет, не знаю, какой-нибудь олигарх или член его семьи, но не важно. Важно сам, что написано в договоре. В договоре у них написано чаще всего, что арендатор лесного участка обязан разработать проект о своеме лесов и утвердить его в установленном порядке. То есть, можно просить у прокуратуры буквально провести проверку этого документа, насколько он соблюдается, потому что далеко не во всех случаях в проекте освоения лесов указано на наличие каких-либо заборов, каких-либо иных ограждений, либо там сооружений, которые бы препятствовали или делали невозможным доступ граждан на лесной участок. То есть, самое главное, самое главное это правильно подготовить заявление и указать, поставить вопросы так и обозначить проблему так, что ни один проверяющий не смог бы отвертеться и написать пустую отписку. То есть, надо стараться предоставлять максимально конкретную информацию, не просто там, что там, я шел где-то там в районе мыса такого-то я там чего-то увидел. Нет. Координаты, схема, фотография и прямая ссылка на закон, запрещающий ограничивать право доступа к гражданам. Собственно, у нас лесной кодекс, я хочу добавить, что он далеко, мягко говоря, не идеальный документ. Он был принят в 2006 году. Это версия лесного кодекса, который... Документ ужасный на самом деле, да, он, собственно, тот документ, который способствует уничтожению наших лесов и в том числе тот документ, который, ну, мягко говоря, не в полной степени может гарантировать соблюдение прав граждан на использование лесов в некоммерческих целях, в целях отдыха, например. Но, тем не менее, то, что есть у нас пока на сегодняшний день, то, что есть, тоже можно использовать. В принципе, у нас такая практика есть. У нас есть первый вопрос. Это Кохарманов Расул Зисинович, город Шоу. Вопрос такой. А ведомство по охране окружающей среды зачем содержат, если они никакие меры не принимают по охране окружающей среды? Значит, Расул Зисинович, я хочу вам сообщить, что у нас полноценного ведомства по охране окружающей среды просто нет. Дело в том, что в начале 2000-х была принята политика так называемой деэкологизации России. То есть, до 2000-х годов у нас существовало независимое природоохранное ведомство, Министерство экологии. Его сглавлял Данилов Данильянс. А поскольку это был независимый орган, то, соответственно, он, действительно, его функция была только контроль за исполнением природоохранного законодательства. Был также экологический фонд федеральный, куда вносились определенные деньги от деятельности разных предприятий. Из этого экологического фонда потом оплачивались природоохранные мероприятия. Значит, более того, у нас была разветвленная система природоохранного образования, экологического образования. В начале 2000-х все это было ликвидировано. А эти функции были переданы в Минприрода. То есть, Минприрода это такое ведомство, которое традиционно хищнически относилось к нашей природе. Это было ведомство, которое занималось именно добычей недр. Вот. Тем, что вот нефть, газ, вот это вот по этой части у нас был специалистом. То есть, грубо говоря, лисе доверили курятникам, осторожным. Вот. Более того, были ликвидированы кафедры экологического образования в вузах. Был даже ликвидировал школьный курс экологии. Вот это и есть деэкологизация Российской Федерации. Для чего это было сделано? Ну, руководство считало, что мы таким образом пожертвуем экологии, но в обмен получим развитие промышленности и так далее. В итоге сейчас мы не имеем ни экологии, ни развития, а не стагнацию, как мы видим. Заточный кризис не имеет. Поэтому должен вас разочаровать, пока у нас опять не будет воссоздано нормальное полноценное природоохранное ведомство, независимое от всех других органов власти. У нас порядка не будет. Что делать с металлическими пирсами на озере? Владельцы пишут на них вход запрещен и угрожают расправу. Случай, если с них купаться. Пирс установлен прямо в центре местного пляжа. Это Псковская. А, вот, Псковская область, деревня Смольники. Иван, значит, надо прежде всего понять, насколько законно установлены эти пирсы. Если владельцы оформлены соответствующим образом договор водопользования с местной администрацией, тогда этот пирс законен. И если они используют его по назначению, например, для причаливания средств, то они имеют право ограничивать ваш доступ на эти пирсы. Если этот пирс незаконен, договора водопользования нет, вы тогда имеете право вставить вопрос о его демонтаже. Следующий вопрос. Адрес Балахнату. Спасибо, Сергей, ужасная ситуация. Если нет управы в стране, может, пора выносить ссоры за сбы и выходить на международный уровень. Вы знаете, я думаю, что нужно действовать в разных направлениях. Конечно, главный упор нужно делать на деятельность природоохранной в нашей родной Российской Федерации. Надо прежде всего апеллировать к закону, который здесь есть. Плохой или не очень, тем не менее, закон есть. Если бы он выполнялся, нам было бы гораздо легче дышать. Есть, конечно, очень солидные организации международные, с ними тоже надо, безусловно, сотрудничать. От Дениса Матвеева из Туапсе. Можно более подробно о тонкостях законодательства, влияющих на результат сноса заборов в водных объектов и о переписке с властями, а также об успешном опыте устранения канализационных стоков. Значит, Денис, чтобы вас не утомлять, я вам советую зайти на сайт нашего движения «Открытый берег». Там есть такой раздел «Как бороться с захватом берегов». И там, собственно, основные советы я вам могу принести. Нужно сразу, если вы видите какой-то захват, незаконный забор на берегу, писать в природоохранную прокуратуру вашего субъекта федерата. Прокуратуру района, на территории которого находится нарушение. На всякий случай надо написать Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастры и картографии Росреестр. Потому что как может получиться, что участок, который захвачен, застроен, он на самом деле не принадлежит этому захватчику. Тогда вы сможете уже его взять за жабры с точки зрения земельного кодекса. Ну и, соответственно, нужно обращаться к местным депутатам, они представляют ваши интересы, обязаны как-то реагировать. Родионные депутаты, областные депутаты, спальные. Насчет кондиционных стоков. Вы знаете, к сожалению, у нас контроль над этим стране практически не трачен. Я служу даже по московскому региону. Люди пишут, приезжают инспектора, смотрят. Но толку от этого никакого. Если уж совсем выливаются тоннами нефтепродуктов с масляной пленкой, тогда может быть какая-то реакция. Поэтому я вам советую действовать в разных направлениях. Прежде всего, звонить по горячей линии вашего МЧС. Это прежде всего писать в местную природоохранную прокуратуру, в местную администрацию и привлекать прессу. Это очень важно. Иногда пресса воздействует на ситуацию гораздо лучше, чем все обращения вместе в зеркале. Когда по местным выпускам новостей чиновники видят, что они вытворили, очень часто они чешутся гораздо быстрее. Следующий вопрос от Романов. В связи с тем, что уже имеется опыт решения вопросов в судах, считая необходимо разработать методические указания со сбросами документов для обращения в госструктуру к депутатам. Прекрасный вопрос. Роман, если вы опять же зайдете на сайт нашего движения Открытый берег, она кем очень просто в интернете, просто выбирать Открытый берег и появляется. Там есть образцы жалоб в разные инстанции и могут воспользоваться к агрессивным охранникам частных владений. Какие законы и постановления определяют их полномочия как в лесу, так и на береговых зонах. Во-первых, у каждого такого охранника должен быть на груди бейджик с его именем и фамилией и названием его агентства охранного, которое он представляет. Его деятельность регламентируется законом об охранной деятельности Российской Федерации. Соответственно, если он себя ведет противозаконно, вас оскорбляет, применяет силу незаконно, то вы должны все это зафиксировать на видео, если есть возможность, на фото. И обращаться с заявлением в прокуратуру, в органы полиции. И в том числе, когда ему лишат лицензии, лишат его бейджика. Но, вы знаете, они тоже хитрые. Они часто выходят на работу без бейджиков. Поэтому, если вы видите охранника без бейджика, вы можете честно ему сказать, дорогой товарищ, ты сейчас на самом деле не при исполнении, ты не исполняешь закон даже в его элементарных требованиях. Надень бейджик и охраняй. А поскольку бейджика у тебя нет, то подчиняться твоим требованиям мы не собираемся. Еще очень практический вопрос от Ольги Хорина из Москвы. Сергей, можно ли вызывать на охранников полицию? Нужно, Ольга? Нужно. Так что присылайте вопросы на сайт Открытого берега.